Всем привет, с вами Killboss, и это урок от сайта killboss.v.ru Урок по программе PHP Daniel Studio В этом уроке я вам разочню, как использовать основные особенности программы PHP Daniel Studio Но для начала я вам покажу сайт, точнее, загрузки сайта Здесь последние изломы и несколько очень хороших рабочих программ К некоторому программу приложены читы О, и скрины Так, это мы удаляем Так, добавляем любую кнопку, можно спид кнопку, можно обычную кнопку Добавляем и клик Ну, а форму Нажимаем форму Go Добавляем форму Название точно такое же, другое название не ставим Чтобы проверить, что допускает Нажимаем кнопку 1 И у нас переходит на следующую форму Вот форму Go Еще в настройках программы при нажатии вот на это вот окно Можно найти стиль, форму, стиль, рамки, положение окна и позиции Системное меню окна Ну, свернуть, ржану, закрыть Так Теперь Второй стиль Это добавление диалогового сообщения Например, программа запущена Успешно Успешно Успех Окей Ставим текст И ставим по авторазмену Это все можно сделать, конечно, красивей У нас в строках шрифта, цвета, размера Так, нажимаем кнопку 1 Программа успешно запущена Так, еще одна особенность Посмотрим Это выключение, перезагрузка и ждущий режим компьютера Спящий То есть при нажатии на клавишу компьютер выключится Или обезагрузится Ну, то что вы укажете Окей То есть Это такой бан При выключении компьютера Ну, не знаю, многим он не нужен Я на эту кнопку нажимать не буду Ну, чтобы они не могли закрыть Так, сейчас я вам покажу Вот это закрыть Окей Ну, пока Выход Вот мы удалим Вот так вот И запустим программу Здесь вот тут программу тоже можно будет убать Дальше в следующем году Сейчас она поднимет Это дело довольно-таки долго Но сейчас нет времени Вот Мы не можем видеть, что здесь нету крестика И мы не можем ничего закрыть Только нажать на «Мах» Еще одно Еще один скрипт Который Запускает файлы Вот, создает папку Название папки Привет Окей Окей То есть Это создает папку В той папке Где создана программа Чтобы создавать много папок Для этого нам нужно еще Вставить таймер И ввести определенный код Ну, сейчас мы этого делать не будем Потому что это совсем другой урок Этот урок будет в следующем уроке Запускаем Мой поставитель Ну, вот Он не будет отображаться Нажимаем «Выход» И теперь у нас создалась папка В папке с проектом Нажимаем вот сюда вот Мы назвали папку «Привет» Вот Она сохранилась И сейчас мы их удалим Все Таймер тоже можно дарить, что не мешался Посмотрим, что такое-нибудь скрипты Вот это вот скрипты внизу Мультимедиа Это скрипты для плеера Плеер я тоже создавал Мне сейчас не получится его найти Хотя Такое плеер можно найти Вот такое С колоночкой При нажатии вот на эту кнопочку И здесь уже открывается файл И здесь уже открывается файл И еще это Так Ну, вроде все Если вам будет интересно Скоро я вам расскажу Не только на кнопку Но и на ссылку На текст На поле для воды На гросбарках заставить Удивиться Это совсем легко Есть много еще всяких Интересных Трекбар Такая штучка Мне тоже будет как-то Можно снять Всякие Кнопки Ну На сегодня все С вами был Кубосс Надеюсь, я вам помог Ставим комментарий Подписываемся на канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому